Восемь команд, отличная погода и, конечно же, спортивный азарт. На стадионе «Солнечный» юные футболисты сразились в игре, посвященной памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня уже второй ежегодный турнир памяти подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже его проводим второй раз и мы надеемся, что данный турнир будет проходить у нас теперь ежегодный. Потому что, ну, ведь данные мероприятия, они проводятся не для чернобыльцев, они проводятся именно для детей, чтобы детям рассказать и показать, что такое Чернобыль, что это за трагедия была. Богдан занимается футболом уже много лет. Последние четыре года регулярно участвует в разных соревнованиях. К такой памятной игре готовился ответственно. На поле выступают в позиции вратаря. Верхом давали, я ловил мяч, прыгал, забирал мяч в руки. Игроки команд были заряжены на победу и активно атаковали. На стадион юных спортсменов пришли поддержать и их родители. Мы сами на такие турниры. Объездили таких турниров, я не знаю, сколько лет, пять мы ездили. Каждые выходные. Детский турнир – это супер. Столько эмоций положительных. Такой заряд бодрости для родителей, для детей, вообще для всех. Да, и возможно с детям, с родителями побыть. Принять участие в турнире и показать свой профессионализм и азарт в спорте приехали ребята из других городов Подмосковья. У нас четыре команды Одинцовские. Две команды у нас из Балашихи. Одна команда у нас из Матищ. И одна команда у нас Московская. Для всех участников футбольного турнира подготовили награды, а призеры получили золотые, серебряные и бронзовые медали и кубки. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.